друзья всем привет с вами виктория добро пожаловать ко мне на кухню сегодня готовлю шоколадный ганаш шоколадный ганаш у меня будет для того чтобы покрыть им тортик также этим ганашем выравниваю тортики это шоколадно-масляный ганаш пропорции я беру один к двум то есть на 300 грамм темного шоколада 150 грамм сливочного масла шоколад берите хорошего качества как можно чтобы больше было содержание какао шоколаде и масло тоже желательно брать с минимальным содержанием жирности 82 процента масло я достала из холодильника заранее она у меня очень очень мягкая шоколад наломала на маленький кусочек сразу скажу что я не специалист я готовлю иногда тортики для домашнего чаепития или для домашних дней рождений попробуем вместе с вами выровнять тортик вот этим шоколадным ганашем шоколад я буду растапливать на водяной бане к волной печи делайте это осторожно короткими импульсами иначе шоколад подгорит и вы его просто выкинет когда вода закипит уменьшаем огонь и продолжаем помешивать до растворения шоколада шоколад практически полностью растворился емкость у нас еще осталось очень горячий можно уже выключать огонь и вот так продолжаем еще уже с выключенным огнем помешивать до полного растворения шоколада убираю емкость водяной бани и И даю шоколаду остыть практически до комнатной температуры. Очень важно, чтобы шоколад и сливочное масло были практически одинаковой температурой. Шоколад у меня полностью остыл. Добавляю в него сливочное масло. И все хорошо перемешиваем. Сначала перемешиваю просто вот так лопаткой. Этих пропорций будет достаточно примерно на один средний тортик. Такой где-то 20 см диаметром. И затем взбиваю ганаш миксером. Вот я вижу, для меня еще ганаш немножечко жидковатый. Я его уберу ненадолго в холодильник, буквально минут на 15-20, а потом еще раз взобью. Ну вот, посмотрите, ганаш немного схватился в холодильнике. Теперь я его немного взобью миксером. Надеюсь, вы поняли. Доводите его до той консистенции, до которой вам нужно. Если вы любите выравнивать и покрывать тортики ганашем, которые более жидкие, то не ставьте его в холодильник, а просто хорошо остудите и перемешайте миксером. Если же вам нужна консистенция более густая, то его нужно поставить минут на 20 в холодильник. И теперь буду покрывать тортик шоколадным ганашем. Друзья, заготовка торта полностью готова. Убираю ее в холодильник. Посмотрите, получилось довольно ровненько. Если вы хотите приготовить тортик на детский день рождения или просто на день рождения, то этот рецепт очень пригодится. Я буду украшать торт мастикой, но его можно оставить так и украсить совсем по-другому. Либо красиво оформить конфетами, фруктами. Очень много вариантов. Надеюсь, это видео будет для вас полезным. Ставьте лайк, не забудьте подписаться на мой канал. Всего вам доброго и до новых встреч. С вами была Виктория. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok